В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, масштабных учениях, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подобные сообщения о заложенных бомбах в различных зданиях были зафиксированы и в других городах России. Эксперты сочли, что эти ЧП по всем признакам похожи на кибертерроризм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охранник одного из самарских банков убит во время ограбления. Все случилось на улице Победы. На кадрах видно, как в здание входит неизвестный в маске. В руках у него пистолет с глушителем. Грабителя попытался остановить охранник с помощью дубинки, но силы оказались неравны. 69-летний мужчина получил две пули в живот и одну в руку. Ранение оказалось смертельным. Грабитель же, угрожая сотруднице банка, забрал из кассы все деньги – 5 миллионов рублей, после чего скрылся. По словам очевидцев, он уехал на серебристые десятки. Полицейские ведут розыск налетчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дело на миллион. Самарские полицейские задержали мужчину, который, возможно, вымогал крупную сумму денег у бизнесмена. Злоумышленник оказался не робкого десятка. Действовал напористо и даже, чтобы быть убедительнее, пустил в ход оружие. Подробности в нашем сюжете. Кто мне не должен – не прощаю. Видимо, этим принципом руководствовался 40-летний самарец, когда решился на преступление. Захватил с собой травматический пистолет и направился в магазин автозапчастей. Назвал себя представителем фирмы-партнера. Пожаловался на якобы некачественный товар. И потребовал у владельца миллион рублей. Ты мне должен? Миллион стоить или не должен? Не должен я тебе. А кто мне должен? Не знаю. Получив отказ, мужчина выстрелил бизнесмену в ногу из травматического пистолета и скрылся. Вернулся через некоторое время, уверенный в том, что деньги все-таки получит. Давай, смотри, что делаем. Я тебе отдаю деньги. Я тебе отдаю деньги, чтобы у нас. Сколько ты мне дашь? При виде 100 тысяч рублей вымогатель потерял бдительность. Здесь-то его и задержали сотрудники полиции. При повторном визите в офис к бизнесмену сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области подозреваемый был задержан при передаче ему части требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей. Вымогатель приехал не один, а с подельником и с небольшим набором оружия. В машине у задержанного обнаружили травматический пистолет. Кому принадлежит? Не знаю. Я их вообще первый раз вижу. Кому принадлежит? Сергей нас пригласил сегодня. Просто проехать с ним. Есть какие-то должники. Данный предмет кому принадлежит? Наверное, Сергею. В отношении задержанного мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Подпольную ячейку запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ накрыли в регионе сотрудники ФСБ. Ее вербовщик скрывался под маской торговца Кировского рынка. Выходцы из стран Центрально-Азиатского региона пропагандировали идеи этнического превосходства, радикальных форм ислама, а также призывали к совершению терактов в России. Лидер группировки, 26-летний гражданин одной из азиатских стран в России находился незаконно. На своей странице в соцсетях размещал материалы, содержащие призывы к терроризму. Сейчас он задержан. По словам его знакомых, он собирался выехать в Сирию, чтобы работать на запрещенную в России международную террористическую организацию ИГИЛ. Задержанный дает признательные показания. Проживавшие с ним знакомые выдворены с территории России за нарушение действующего миграционного законодательства. Еще одна спецоперация ФСБ. Оперативники обнаружили в Тольятти цех по производству незаконных моторных масел и антифриза. В ходе следствия было изъято почти 300 тонн запрещенной продукции. Полторы тысячи марок, две машины с контрафактным товаром и компьютерная техника. Это пустые или нет? Нет. В смысле, не сипом. Сипом. По предварительной версии, моторные масла и антифриз кустарного производства продавали по всей стране через сети розничных магазинов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грузовая «Газель» столкнулась с десяткой и загорелась. Авария случилась в пятницу на трассе Самара-Бугу-Руслан, недалеко от Кенеля. Видео с места ДТП сняли очевидцы. По данным полиции, авария случилась примерно в два часа дня. Информации о пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Черное золото. Проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Более 500 спецназовцев подняты по тревоге. Под Самарой прошли учения солдат и офицеров Центрального военного округа. Подразделения совершили многокилометровые марши на штатной военной технике. Место действия – село Новая Бинарадка. Задача спецназа – отработать навыки по освобождению заложников, эвакуации мирных жителей с верхних этажей, транспортировке раненых, штурму и разминированию зданий. За учениями наблюдали офицеры Генерального штаба и Академии вооруженных сил Узбекистана, которые накануне прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских спецподразделений. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин